11 ноября во всем мире отметили день освобождения узников фашистских концлагерей. В Видновской школе номер 7 прошел необычный урок мужества, приуроченный к этой дате. Среди зрителей оказался и наш мобильный репортер. Именно 11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд, одного из самых страшных лагерей смерти, прозванного Фабрикой Смерти, подняли международное восстание и вышли на свободу. Ученики 10-го А вместе с классным руководителем подготовили проникновенное театрализованное представление, в котором органично сплелись стихи, реальные письма и рассказы узников фашистских концлагерей, танцы и песни. Чулочки тоже снят не дядя, не упрекая, не бароня. Смотрели прямо в душу глядя, трехлетней девочке в глаза. Они прочувствовали всю трагедию вот этих людей, которые оказались за стенках концлагеря. И я надеюсь, что довели эту свою эмоцию для других ребят, которые сегодня присутствовали в зале. Почетным гостем мероприятия стала ветеран войны, бывшая несовершеннолетняя узница концлагеря Валентина Петровна Сергеенко, которая рассказала ребятам о том, как выживали пленники фашистских лагерей. Валентину Петровну очень растрогал подготовленный школьниками урок мужества. Спасибо вам большое. Сколохнуло мою душу, мое сердце. Как будто бы я действительно побывала там. Вот такое у меня было впечатление. В следующем году наша страна отметит 75-летие победы над фашистской Германией. И пока в народной памяти живы те страшные события, есть надежда, что они больше никогда не повторятся.